Всем привет! В этом видео вы узнаете о людях, которые смогли заработать миллионы долларов и добиться финансовой независимости благодаря трейдингу. Инстардинг представляет топ 5 успешных трейдеров, поднявшихся с нуля. Тимоти Сайкс – успешный трейдер, сделавший 2 миллиона долларов из 12 тысяч. Если правду говорят, что все самое важное в жизни следует сделать до достижения 30 лет, то трейдер Тимоти Сайкс не просто выполнил, а значительно перевыполнил этот план. Он стал миллионером в 20 лет, спустя всего 3 года после начала своей трейдерской карьеры. Еще до достижения 17 лет Тимоти подавал серьезные надежды в теннисе и даже стал чемпионом среди юниоров в своем штате. Однако крест на его спортивной карьере поставила досадная травма руки. Именно тогда Сайкс начал искать занятия по душе. Ему не хотелось заниматься тем, что не приносит никакого морального удовольствия, но при этом он стремился хорошо зарабатывать, поэтому его выбор пал на торговлю акциями. Как только он достиг совершеннолетия, он вложил подаренные родителями 12 тысяч долларов в торговлю. Они не верили в его талант и полагали, что Тим быстро сольет все деньги и это послужит ему хорошим уроком. Но произошло то, чего они никак не могли ожидать. Для начала молодой еврейский парень инвестировал 12 тысяч долларов в дешевые акции Penny Stocks, стоимость каждой из которых составляла менее одного доллара. И к началу 2000 года его баланс составлял уже 123 тысячи долларов США. В последних месяцах этого года на его счету красовалась сумма 800 тысяч долларов, а еще через год он уже располагал одним миллионом 600 тысячами долларов. Просто головокружительный успех. В 2003 году Тимоти основал свой хедж-фонд, который успешно просуществовал два года. Спустя три года авторитетное биржевое издание Trader Monthly включает его в список 30 самых успешных трейдеров, которым не исполнилось 30 лет. На одном из своих сайтов timotysyx.com он выставляет на рассмотрение собственной сделки с пояснениями, какие инструменты использует и какой профит делает. Зачем ему это? Тимоти Сайкс абсолютно убежден, что для успеха в трейдинге, равно как и в прочих сферах деятельности, следует быть максимально открытым и честным. Этим принципом он руководствуется, обучая других трейдеров навыкам торговли. Несмотря на то, что Сайкс давно бы мог отойти от дел и жить в свое удовольствие, он продолжает удаленно торговать на бирже, организовывает обучающие курсы, но при этом не забывает путешествовать по миру. Ларри Вильямс – это поистине легендарная личность, его хорошо знают и на фондовом, и на валютном рынках. Свою карьеру Ларри Вильямс начал в 1965 году, вовремя поняв, что на изменении курсов финансовых активов можно неплохо зарабатывать. Свою карьеру валютного трейдера он решил начать самостоятельно, торгуя только собственными средствами. Некоторое время он посвятил изучению основ теханализа, экономики и финансов, после чего стал заниматься изучением опыта работы известных трейдеров. На сегодняшний день он является постоянным победителем мирового чемпионата Кубка Робинсона в сфере торговли фьючерсами. Меньше чем за один год он сумел превратить 10 тысяч долларов в 1 миллион. Мистер Вильямс также исполнял обязанности члена совета директоров Национальной фьючерсной ассоциации и даже пытался стать сенатором штата Монтана. Ларри Вильямс отмечает, что успешный трейдер должен обладать следующими качествами. Сильное желание разбогатеть, стремление удовлетворить амбиции и внутреннее недовольство своим финансовым положением. Секрет его успеха кроется в грамотном использовании стратегии скальпинг, что позволило ему стать самым известным спекулянтом в сфере краткосрочных сделок. Стивен Коэн После школы будущий успешный трейдер принял решение поступить в университет Пенсильвании, где он усиленно изучал экономику, играл в покер и интересовался фондовым рынком. Уже тогда его интересы определили дальнейшую судьбу студента. Он взял 7 тысяч долларов и открыл счет в брокерской конторе Грунтал. Возможно, вас заинтересует, откуда он взял все эти деньги? Ответ весьма прост. Стивен просто-напросто забрал те средства, которые предназначались для оплаты за учебу. Но это на первый взгляд необдуманная инвестиция принесла прибыль. Молодой трейдер следил за состоянием рынка в ближайшем брокерском офисе. Ему удалось заключить несколько выгодных сделок и дела пошли в гору. В 1978 году Стивен получает приглашение на работу в Грунтал, где в первый же день талантливому юноше удалось заработать 8 тысяч долларов для компании. В процессе работы он достиг довольно высокого уровня, ежедневно делая для своего работодателя 100 тысяч долларов. Уже через 6 лет Стивен Коин управлял инвестиционным портфелем, размер которого составлял 75 миллионов долларов. В 1992 году, покинув Грунтал, Коин открыл хедж-фонд, вложив туда 20 миллионов долларов собственных средств. На сегодняшний день состояние одного из лучших трейдеров в мире оценивается примерно в 13 миллиардов долларов. Ричард Деннис. Этот человек в начале своей карьеры работал посыльным на одной из биржевых площадок, где ему платили 40 долларов в неделю. Затем, поднабрав немного опыта, Ричард решил попробовать себя как трейдер в свободном плавании. Но для того, чтобы получить торговое место на бирже, необходимо было внести первый взнос размером в 1200 долларов. Однако, Деннис не владел такими деньгами, поэтому он у родственников и друзей одолжил 1600 долларов. Причем, 1200 из них было заплачено за место, а 400 оставалось у него в управлении. Ричард был очень талантливым трейдером, и уже к 25 годам он заработал свой первый миллион. Торговля фьючерсами ему давалась так легко, что его начали называть королем фьючерсов, поскольку если прошел слух, что Ричард намеревался купить тот или иной актив, он тут же начинал расти в цене. Как вы понимаете, такой талант не мог быть незамеченным рядом инвесторов, поэтому Ричард Деннис основал свой фонд Drexel Fund и на протяжении 20 лет успешно им управлял и приносил прибыль своим инвесторам. За несколько десятилетий такой работы он смог увеличить свой торговый капитал с 400 долларов до 200 миллионов долларов. Секрет успеха этого выдающегося трейдера состоит в том, что нужно торговать только в самые благоприятные для этого периоды. Ричард всегда воздерживался от торговли на нестабильном рынке, чтобы не потерять деньги. Он предпочитал отдыхать и набираться сил до стабилизации ситуации на бирже. Такой подход к организации трейдинга и привел его к успеху. Уоррен Эдвард Баффетт, миллиардер с состоянием в 90 миллиардов долларов, впервые попробовал себя на бирже в возрасте 11 лет. Вместе со своей Дорис он купил три привилегированные акции City Service по 38 долларов за штуку. Сначала их цена опустилась до 27 долларов, потом поднялась до 40, и Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в 5 долларов за вычетом комиссии. Любопытно, что через несколько дней цена акции поднялась до 200 долларов. Если бы Баффетт подождал, то смог бы получить прибыль около 500 долларов. Этот первый опыт научил Баффетта тому, что инвестор должен быть терпеливым и не паниковать, если цены падают. Не продавать ради краткосрочной выгоды. Первоначальный капитал в 10 тысяч долларов Уоррен заработал, осуществив удачную деловую идею – автоматы для пинбола в парикмахерских. В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производителя текстилей компании Berkshire Hathaway, которая стала его основной инвестиционной компанией на все последующие годы. В 1976 году Баффетт купил National Indemnity Co., потом Geico, выложив за покупку 8,6 миллиона долларов и 17 миллионов долларов. В период биржевого кризиса 1973 года приобрел за 11 миллионов долларов акции газеты Washington Post. Уоррен Баффетт придерживается стратегии долгосрочного инвестирования. Средний срок владения акцией составляет 10 лет. Таким образом, заработать миллионы на трейдинге – труднодостижимая, но выполнимая задача, что доказывает опыт знаменитых трейдеров. Спасибо вам за просмотр! Поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на наш канал и обязательно поставьте лайки. Всем пока!